Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Уже впереди самые сложные дни для старшеклассников, потому что они будут поступать в университет и должны определить профессию своей жизни. Но перед этим был такой большой подготовительный этап, чтобы они поступили, чтобы они определили специальность. И вот в частности вуз ваш МГЛУ тоже давал такую возможность и дает по-прежнему, чтобы ребята поняли, чего они вообще по жизни хотят. Правильно? Ну да, конечно, наш вуз дает такую информацию и по поводу того, что на базе нашего вуза сейчас на данный момент существует такое структурное подразделение, как предуниверситарий Московского государственного лингвистического университета. Что такое предуниверситарий? Предуниверситарий – это, скажем так, профильная школа нового типа, в которой обучаются старшеклассники 8-9 класс и 10-11 класс. В нашем случае это лингвистически одаренные дети, которые поступают в предуниверситарий по конкурсным испытаниям. Это обычно русский язык и иностранный язык. Если это 10 класс, то это два иностранных языка. Ну, наши ребята достаточно мотивированы. В этом году у нас 10 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Это по нашим профильным предметам. Это немецкий язык, английский язык, это французский язык, это право, литература, история. В зависимости от того профиля, который в будущем пригодится ребенку. Нет, у нас филологический профиль, в принципе, лингвистический даже, я бы сказала. У нас ребята настроены, когда идут на Всероссийскую Олимпиаду для того, чтобы в ней участвовать, все-таки предполагают о том, на какое направление специальности или направление подготовки они будут поступать. Потому что ни для кого не секрет, что на каждое направление специальности есть свои экзамены. Ну, конечно. Свои требования, конечно. Это может быть литература, это может быть история. Ну, русский язык вне конкуренции, естественно. Математика – база, математика – профиль. В зависимости от того, опять же, на какое направление подготовки ребенок собирается идти. И в какой вуз. В технический или же в гуманитарный вуз. Чтобы ребенок поступил, он может из любой школы поступить? Московская школа или из любой школы России? Как это устроено у вас? Ребенок может попробовать поступить любой. Попробовать? Попробовать, конечно. Но зачисляем мы детей только, к сожалению, с московской пропиской. Потому что, на самом деле, это пилотный проект Департамента образования города Москвы. И, соответственно... Москва и область или именно столицы? Нет, именно Москва. Именно Москва. И, конечно, нашим руководителям московским более интересно, чтобы качественное образование, оно концентрировалось на территории города Москвы. Наталья, вопрос пришел из Замкада. Будут ли у вас филиалы по стране? Расскажите, да, вот с этим. Из России пришел вопрос. Из России. Очень интересный вопрос. Постараемся подумать, потому что за пределами Москвы есть замечательные творческие и одаренные дети. И, конечно, хотелось бы тоже с ними работать. Смотрите, как это происходит? В восьмом классе ребенок сдает экзамен после обычной школы средней? Или как? Получается, что в седьмом классе, в конце седьмого класса у нас вступительные испытания проходят в апреле месяце. Вот в этом году это было 17 и 20 апреля. Сдает экзамен. Ну, я не буду говорить, что это экзамен. Это, скорее, конкурсные испытания. Они проходят в письменном виде, в формате тестирования, очень похожее на государственную итоговую аттестацию. И затем вы уже определяетесь, да? Да, затем... И такая же схема в конце девятого класса, да? И такая же, да, такая же схема совершенно в конце девятого класса. Дорогие друзья, у нас небольшая пауза музыкальная впереди. Хочу напомнить, у нас в гостях сегодня директор предуниверситария МГЛУ Наталья Михайловна Макеевская. Мы продолжим, вы можете задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ», а также WhatsApp Viber 909-928-189, говорим об образовании. Друзья, мы продолжаем. Роман Шахов и Лиза Калинина в студии. И у нас в гостях сегодня директор предуниверситария МГЛУ Наталья Михайловна Макеевская. Наука и технологии. Наша программа продолжается. Говорим о том, как работает предуниверситарий, что это такое, чем отличается от школы. Хочу напомнить, что мы уже вот в предыдущем выходе озвучили. Там ребята учатся 8-й, 9-й, 10-й, 11-й класс. То есть такая подготовка перед университетом, по большому счёту. Ну, я бы не назвала всё-таки, не назвала бы это конкретно подготовкой перед университетом. Это тоже учебное заведение. Притом учебное заведение, ребята которого, естественно, получают аттестаты, вот как по итогам 9-го класса, так и по итогам 11-го класса. То есть это не значит, что мы предлагаем какие-то определённые курсы только для детей. Нет. У нас получается такая интеграция общеобразовательной программы, потом профессионального направления и плюс ещё той вариативной части, которую могут выбрать ребята. Притом все вот наши направления подготовки, они соответствуют тем направлениям подготовки университета, которые представлены на данный момент. Например, у нас есть очень интересные предметы, называемые, они у всех есть, технологии. Но в рамках нашей технологии наши ребята, вот 8-9 класса, они будут изучать модульно 8 модулей, те, которые соответствуют направлению подготовки МГЛУ. Например, это будет введение в специальность переводчик, введение в специальность юрист, введение в специальность педагог, введение в специальность информационной безопасности. То есть вот те направления, которые у нас представлены в университете. После 9 класса ребята, посмотрев все вот эти вот направления, определяют для себя, что бы им могло быть интересно. И пишут, естественно, заявление о том, что я хотел бы больше поработать, например, вот с этим вот модулем. И, естественно, в 10-11 классе он уже получает в рамках технологии такое направление, как, например, это уже будет... Ну понятно, они определяются в процессе. Да, они уже определяются. То есть, по крайней мере, здесь будет два варианта. Или он будет знать, что он пойдет туда, или он будет знать, что он точно не пойдет туда, потому что тут тоже... Хотя бы попробовал. Да, тоже результат. Профориентационный лингвистический лицей, наверное, да, в какой-то степени. Да, да. Хорошо. Друзья, мы сделаем небольшую паузу. Вы пока ищите, каким образом в интернете можно поступить в предуниверситарий МГЛУ. Да, а мы сделаем маленькую паузу, после которой вернемся. Друзья, вы слушаете и смотрите Страну.ФМ. Наталья Макеевская, директор предуниверситария МГЛУ. Сегодня в гостях у Страны.ФМ мы говорим об образовании. Да. Конкурс большой, надо понимать. Чтобы поступить в предуниверситарий, нужно быть готовым к тому, что придется побороться. Да, конечно. Но вот вы говорите, ребята сдают что? Они как собеседование? Какой формат экзамена? Тестирование или что это? Формат экзамена для восьмого класса и для девятого класса. Он состоит из письменного тестирования. Тестирования? Да, из письменного тестирования. Обычно это русский язык и иностранный язык. Классический это английский язык, конечно. Но есть ребята, которые первым языком желают изучать или изучали немецкий и французский язык. Пожалуйста, у нас тоже такой формат приветствуются. Они приходят и сдают. Все наши тестовые задания готовят преподаватели Московского государственного лингвистического университета, то есть тех кафедр, которые отвечают за эти языки. То есть кафедра французского языка, кафедра английского языка, кафедра русского языка тоже нам готовят тесты для наших ребят, которые собираются поступать. А для десятого и одиннадцатого? Десятый и одиннадцатый класс это уже... Ну, в одиннадцатый класс мы стараемся все-таки ребят не ориентировать. Не успеете, наверное, да? Не ориентировать, да. Потому что, во-первых, конечно, они не успеют. Потом определенный период адаптации, все-таки где-то, наверное, полгода ребенок привыкает к новому месту, к новым учителям, к новому коллективу. Ну, а вот а чтобы поступить в десятый класс, что он должен сдать? В десятый класс он сдает собеседование и два языка. Два языка. Это тоже тестирование или экзамен? Нет, это тоже тестирование, но плюс еще собеседование с социальным педагогом. То есть там группа, скажем так, людей, которые собеседуют с ней. Комиссия, да. Это социальный педагог, это наш педагог-психолог. И плюс еще преподаватель иностранного языка, профильного, скажем так. Наталья, а вот насколько сейчас дети грамотные просто в эпоху смс-ок, словаря Т9 и прочего? Все ли они пишут, запятые, слова, причастные, идеи, причастные обороты? Вот с этим как вот в наше время? Знаете, хочу сказать, что, видимо, с теми детьми, которые учатся у нас в предуниверситарии, нам повезло. Они достаточно грамотные. И спасибо тем преподавателям, которые изучали их до того, учили их, изучали их, да, обучали их до того, как они пришли к нам в предуниверситарии. Потому что ребятки действительно очень грамотные. Сейчас близится ЕГЭ, причем вся страна будет сдавать его. Вот какие советы вы можете дать для детей и родителей, которые готовятся сейчас, может быть, как раз к сдаче ЕГЭ по английскому языку? Есть какой-то свод правил, которые сейчас перед, за несколько дней, так скажем, до ЕГЭ можно озвучить? Молитву, что ли? Ну, да, если только. Ну, на самом деле, правила, наверное, они всегда были просты. Надо было учиться до этого, да. Ну, основное, мне кажется, перед экзаменом все-таки это выспаться. Вот, потому что, когда ребята приходят на экзамен не выспавшиеся, сложно сфокусироваться и дать именно тот ответ, который необходимо дать. Вот, тем более язык проходит он в двух вариантах. Это устная часть и письменная часть. Наши коллеги из предуниверситария подготовили как раз для... Свод правил? Это скорее такой модуль, модуль из заданий, который соответствует заданиям ЕГЭ, где можно посмотреть, сориентироваться, потренироваться. Да, расположен на платформе Stepik. Это образовательная российская платформа. И, ну, по крайней мере, можно посмотреть, можно почитать, можно попробовать ответить на вопросы. Ну, формат полностью соответствует вот самому экзамену. У нас вновь небольшая пауза. Дорогие друзья, вы можете задавать нашей гости вопросы. WhatsApp Viber 909-928-1-89-9. Группа ВКонтакте Страна.ФМ. Ну, пишите, я думаю, что наш эксперт Наталья Макеевская с удовольствием вас направит, прокомментирует, что же вам делать за оставшиеся дни передвиги. Да, ну, и мы очень скоро продолжим общение, дорогие друзья. Сейчас немного музыки на телерадиоканале Страна.ФМ. Дамы и господа, они помогут вам войти в элиту лингвистической России. Заходите, пожалуйста, на Страну.ФМ, на наш сайт, в наш эфир. Смотрите, слушайте. Сегодня Наталья Макеевская, директор предуниверситария МГЛУ в гостях у Страны.ФМ. Что интересно, в тройку лучших российских школ предуниверситария МГЛУ входит, да? Да, это по направлению социально-гуманитарной науки. Это рейтинг эксперт. Собственно, ваш профиль. Да, несомненно, это наш профиль. Но в то же время мы входим в рейтинг топ-100 лучших школ города Москвы. Мы, правда, на 76-м месте. Но, в принципе, это тоже достаточно высокий результат, потому что у нас сильные конкуренты. Московские школы сейчас очень сильные, конечно. Скажите, вот ЕГЭ как ребята в основном сдают? У вас же, я так понимаю, есть и те, кто 100 баллов получают. Да, да, у нас где-то от 80 и выше обычно результаты по ЕГЭ. И есть стубальники, вот в прошлом году были стубальники по литературе, русскому языку, иностранному языку. Потом наши ребята, конечно, еще участвуют, еще раз повторюсь, в Всероссийской олимпиаде школьников, в Московской олимпиаде школьников участвуют. И плюс еще в Олимпиаде университета Евразийской олимпиаде. Да, и нужно сказать нашей аудитории, кто не знает, если ребенок становится победителем то или иной Олимпиады, это ему дает определенный бонус при поступлении в лучшие вузы страны. То есть тут есть смысл, за что побороться, не пропускать Олимпиады. Кем хотят стать? Какие специальности мечтают получить эти дети? Я думаю, что там в 10-11 классе они уже говорят, вот я хочу стать тем-то. Дипломатом, юристом. Что сейчас в моде у молодежи? 5. Дипломатом, переводчиком. Какой язык переводчики выбирают сейчас? Китайский или еще английский? Что? Какие популярные, просто интересно. Ну, китайский язык очень популярен, конечно. Вот, с другой стороны, значительно большое количество сейчас уже ребят учат китайский язык. И насколько в дальнейшем будет конкуренция по переводчикам с китайским языком. Тут надо задуматься. Не перебрать бы, да? Да, не перебрать бы. Все-таки должен быть определенный эксклюзив. Есть эксклюзив по языкам народов СНГ. Вот там действительно есть эксклюзив, потому что переводчиков, например, с азербайджанского языка, их значительно меньше, чем переводчиков с китайского языка. Дипломаты, переводчики на информационную безопасность. У нас очень много ребят собираются пойти. Несмотря на то, что там нет бюджетных мест, это новая открытая специальность. Но это же в основном техническая специальность по большому счету. Она не совсем техническая, просто в связи с тем, что это больше информационная такая, связанная с компьютерными технологиями, с безопасностью. В чем интересен весь момент поступления на такие направления? Получение, помимо специальности, знаний двух языков. Таких специалистов, на самом деле, очень мало выпускают университеты. Ну, практически не выпускают. С одним языком, да, с двумя качественными, хорошими языками, тем более ориентированными по именно своей специализации, профессии. Да, такого практически мало, наверное. Что-нибудь такое уже, журналистика, например? Журналистика, да, журналистика, психология. Девочки очень хотят журналистику, да, связь с общественностью. Очень интересно. И психология, у нас есть педагогика, которая тоже достаточно интересна для ребят. Ну, журналистика, да, для девочек больше. А что мальчики выбирают тогда? Информационную безопасность. Все, ребят, вы поняли, да, журналистика или безопасность. Онлайн-курс МГЛУ. Вот что за онлайн и кто может им пользоваться? Бесплатный. Это бесплатный курс, это важно. Можно зайти на платформу образовательную Степик и пройти тестирование, почитать, что такое экзамен, структуру экзамена. То есть, еще раз повторюсь, это полностью соответствует формату экзаменов. В принципе, наверное, за столь короткое время у нас, получается, скоро 13-го числа уже начнется устная часть, 18-го числа письменная часть английского языка. Это такой тест-драйв ЕГЭ. Можно потренироваться, да. Я чувствую сегодня сыновья Романа, хотя младшему 6 уже будут сегодня проходить программу. Надо как-то устраиваться в этой жизни, понимаете? А то же слова такие пошли на лингвистическая элита, я чувствую, готовят специалистов. Это правда жизни. А почему нет? Лингвистическая элита. Мы вернемся. Наталья Макеевская по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Друзья директора предуниверситария МГЛУ у нас сегодня. И мы рассуждаем, как же можно хорошо выучиться на лингвиста и потом чудесно жить на этой планете Земля. Да. У вас, ребята, я так понимаю, активно задействованы в жизни именно университета МГЛУ, да? То есть, они принимают участие. Как это происходит? Куда их зовут? Куда они просятся сами? Да, наши ребята очень активно принимают участие во всех мероприятиях МГЛУ. Кроме того, у нас же не просто обучающиеся. У нас студенты предуниверситария, и каждый из наших ребенков имеет студенческий билет. Поэтому по этому студенческому билету беспрепятственно на территорию университета наши дети могут заходить. Пожалуйста. Это авторсессии. Это участие в различных мероприятиях. Например, встреча с послами. У нас недавно приезжал Маскалькова, это по правам человека, да, ребята наши приходили, тоже смотрели, слушали. Что самое интересное, что наши ребята, когда участвуют в мероприятиях, они очень часто задают вопросы. Они не просто являются слушателями, не просто воспринимают информацию, они ее перерабатывают через себя и, естественно, задают вопросы, и ждут ответа от человека, который с ними разговаривает. Взрослого человека, грамотного человека, умного человека, с опытом человека, они пытаются узнать, а как вот это или это на самом деле. То есть вы их учите, чтобы они были инициативными? Конечно. Не просто ждали у моря погоды, да? Конечно, конечно. А чтобы брали вот эту информацию, которую им дают. Если есть возможность. Если есть возможность. Либо не дают, если есть возможность взять. Если такое, что, например, кто-то из профессоров дает мастер-классы или встречи вот с этими студентами. Да. Да. Расскажите, насколько это часто бывает, о чем рассказывают. Ну, наверное, насколько часто сложно сказать. Где-то, наверное, раз в два месяца, может быть, раз в месяц. В зависимости от нагруженности, наверное, или запланированности, скажем так, мероприятий. Скажите, вот еще такой вопрос. Ребенок уже с таких малых лет, ну, все равно это, считайте, ребенок, там, образно, в восьмом классе он поступил. Да, он ребенок, конечно. Да, он, тем не менее, уже определяется с профессией, вот делает первые шаги. Бывает так ли, что в девятом, в десятом, в одиннадцатом классе, неважно, понимают, что, ну, не его. И меняет либо направление. И как вы с ними работаете, вот с такими ребятами, которые вот почувствовали, я не актер, ну, я не знаю. Или поменяли профиль, хотят поменять профиль. Я нефтяник, там, что-нибудь еще. Нет, все бывает, конечно, в жизни. Попробовали. Ну, невозможно же так выстрелить в одну точку в четырнадцать лет. Попробовали, не понравилось, решил стать актером. Ну, обычно, все-таки, той языковой подготовкой, которую он получил в предуниверситарии, несмотря на то, что ушел в актерскую школу и так далее, пользуется. Ну, понятно, да, конечно, что этот опыт пригодится. То есть тот багаж знаний, который он получает, этот багаж не лежит мертвым грузом, этот багаж используется на протяжении дальнейшей жизни, пусть даже, пожалуйста, технический вуз. У нас есть ребята, которые поступали в технический вуз, у нас есть ребята, которые поступали в МГИМО, в МГУ, в медицинский университет. Тоже есть такие ребята. Какую задачу вы им даете? То есть какому классу по-хорошему они должны уже понимать, к какой специальности готовятся? Вот вообще, ну, есть такое, допустим, что к одиннадцатому классу ты уже должен понимать, вот это твоя кафедра, твой факультет примерно ты должен... Я думаю, это не самоцель на самом деле. То есть выбор достаточно широк. Ты смотришь те варианты, которые тебе на данный момент предложены. Тебе может подойти этот вариант, может быть, не подойти этот вариант. Может быть, ты выберешь для себя что-то иное. Совершенно необязательно, да, что после того, как ребёнок, опять же, проучился в нашем предуниверситаре, он пойдёт учиться в МГЛУ. Мы очень это приветствуем. Конечно, нам бы хотелось получить в университет именно своих адаптированных детей. Да, ну, получил очень много факультетов его, с ним тоже надо определиться. Да, конечно, которые знают, куда, зачем, участвовали в мероприятиях, знакомы с профессурой, комфортно себя чувствуют. Конечно, это хорошо. С чем суетиться. Вот, да. Но самое главное, я так понял, вам прокачать знаниями подростка, а уж куда он пойдёт, это дело его. Да, обыграет включительно. Друзья, чтобы стать звездой, чтобы светить и не падать, необходимо, конечно, задумываться со школьной скамьи. Вот страна ФМ вам даёт возможность. Кем ты хочешь быть? Рассказывает, где можно, так сказать, найти ту стартовую площадку, которая сделает вас, может быть, звездой, а может быть, даже вселенной. Наталья Мкиевская, директор предуниверситария МГЛУ, сегодня в гостях у программы наук и технологии. Да, и давайте мы сейчас продолжим разговор, который у нас идёт о науке. Да, скажите, пожалуйста, вот давайте основные отличия ещё раз озвучим. Вот чем всё-таки предуниверситария отличается от обычной школы? Может быть, подход другой к ребёнку? Интегрированностью образования в первую очередь. То есть основного, профильного и, соответственно, элективных курсов. То есть такой симбиоз, скажем так, школы и университета. Потому что все наши введения в специальность, основы в специальность и так далее, то, что мы даём в рамках технологии, то, что профильные направления, это всё преподают, масло масляное, преподаватели университета. То есть ребята с ними знакомятся. Те глыбы, которые будут потом уже дальше их вести в науку. Скажите, ну, в школе есть не только образование, но есть и такая социально-развлекательная история, может быть, какие-то у них... Досуг. Да. Концерты, может быть, экскурсии у вас. Поездки. Да. Вот чем развлекаете детей? Они же всё-таки ещё остаются детьми, не только наука серьёзная. Конечно, они ещё дети. И у нас на базе университета есть театры на кафедре французского языка, на кафедре психологии. Наши ребята туда приходят, смотрят те спектакли, которые ставят студенты уже взрослые. Естественно, они с ними взаимодействуют, интегрируют. Кто-то хочет пойти в театр и позаниматься со студентами уже. То есть происходит вот такое межличностное взаимодействие уже студентов и студентов университета, и студентов предуниверситария, которые, конечно, ещё обучающиеся, а не студенты. Есть ли у вас какая-нибудь футбольная, баскетбольная команда? Есть ли команда чирлидингов? Вот что-то здесь? Нет, к сожалению, нет, но мы задумываемся об этом. У нас в большей степени, конечно, учатся девочки. А, да, то есть девочек много. Мальчиков у нас поменьше. Всё-таки, наверное, ребята... Команды чирлидеров у вас. Да, ребята, наверное, больше тяготеют к техническому образованию, чем к гуманитарному. То есть в основном классы из девчонок? Мальчишки у нас тоже есть, но их просто меньше. Скажите, пожалуйста, для мальчишек, которые любят учиться в компании девчонок, сколько, например, девочек, сколько мальчиков в одном классе? Ну, в среднем, например. Я говорю, Рома уже готовится к выступлению. Я поняла. Ну, наверное, если в процентах, наверное, 70 на 30 вот так вот. Ага, 30 парней. Прекрасные условия, друзья. Для ребят хорошие условия у нас, да. Ну, вообще мальчиков все хотят. Где вы можете найти всю информацию о вас? Рассказывайте группы, какие-то соцсети. Информацию можно найти на сайте университета LingvaNet. Там наверху есть ссылочка «Предуниверситарий». Можно зайти в эту ссылочку и, соответственно, посмотреть, чем мы живем, чем мы дышим, чем мы занимаемся. Если загорелись родители отдать свое чадо к вам на обучение, когда будут вот эти самые экзамены пресловутые? К какому периоду готовятся? Ну, обычно это апрель месяц. То есть через год. Да, через год. То есть на данный момент у нас уже набор закончен. Но для того, чтобы узнать побольше, посмотреть именно тот формат уроков, который проходит, тех мастер-классов, которые могут дать наши преподаватели по иностранным языкам, по русскому, по литературе, по обществознанию, истории, даже по химии в том числе, у нас будут дни открытых дверей. Классические это декабрь месяц и март месяц. На данный момент я, конечно, не скажу точную дату. Но дата будет на сайте. Это можно все посмотреть. Это будет воскресенье. Какое-то из воскресенья декабря и какое-то из воскресенья марта. Спасибо вам огромное. Спасибо. Друзья, хочу напомнить, у нас в гостях сегодня была директор предуниверситария МГЛУ Наталья Макеевская. До встречи. До новых встреч. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ.